Скажите, пожалуйста, предвоенные годы. Было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Как? Предвоенные годы. Было ли ощущение надвигающейся войны? А, предвоенные годы. Ну, готовились. 45-е годы. Ну, это 45-е годы. К войне еще. А военные годы нет. Предвоенные годы. До войны. Было ли ощущение, что война будет? Да, с 1925-го года и 1927-го года ничего не предвещало. Пока что, пока что не на фронте, не везде, не везде. Это до войны вопрос, до войны. Ощущали или не ощущали, что вот-вот будет война? Ничего не ощущали? Ничего, мы еще готовились. Был значок, значки у нас были всех, военные, это целые, а уже теперь едят. Ощущения, так и скажу, что никакого, мы не ощущали в детстве, что ты был детенок. Что я была в таком же возрасте, на два года родиться. Никакого ощущения не было. Все попрятали. Это уже война началась, стали прятать. Что вы думали о действиях правительства накануне войны? Как они вели себя на международной арене и внутри страны, правительства? Мы ничего не знали, потому что мы учились в деревне, учились и в школе, до седьмого класса в школу ходили. Как нас воспитывали, так мы и чувствовали себя, как говорится, с таким намерением. А как вы узнали о начале войны? Как вы узнали, что война началась? А война началась только на завтра, на второй день. Из района приехали и сообщили, что война началась. А какова ваша реакция была и реакция ваших близких? Как? Ваша реакция на эту новость и реакция близких? Я надеялся, что все были восхищены. Восхищены, как это так, вдруг, 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 наверное, по... Да все в шоке были, даже вот этот возраст такой у нас был. По 14, 15, 16 лет. Мне еще 17 лет не было. Я же в 17, 18 лет я пошел в партизаны. А что вы думали тогда о причинах войны? Тогда война началась. Да. Как вы думали, какие причины были? Мы ничего не думали. Мы работали в колхозе, в таком возрасте. Никто ничего не думал, конечно. Грянула сразу война и все. Расскажите, пожалуйста, как вы были призваны в действующую армию? Это уже после 19, когда Пленовская область соединилась, вернее, освободили Пленовскую область. И мы попали, не попали, а соединились с вертями Красной Армии. Партизаны вышли из леса. И сразу нас мобилизовали. Примерно нашего возраста, 42-й, 45-й, все производные были в армию. И также попали мы в запасной стрелковый полк. От запасного стрелкового полка нас взяли в части Красной Армии. В 19-й от Иерарийской дивизии нас призвали. Ну, призвали всех, всех вместе. Ну, как говорят, забрали всех вместе. Мы попали в артилийскую часть, в эти самые швизисты. После этой части артиллерийской, нашу дивизию расформировали и поставили, как же... В общем, другую часть, 142-й, у них, сейчас я уже не помню. И все, уже в 50-м году нас демобилизовали, наш... 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 наш возраст. 40... уже было в 48-м году нас демобилизовали. Ну, в общем, я попал в рядки паровозостроительных завод, туда приехал, меня взяли на работу. Ну, это уже после войны и все. Да, после этой мобилизации я сразу приехал в беженство, только заехал... Ну, ты вот вспомни, начальник, что... Когда ты... когда началась война, ты был в доме и был в партизанском отряде. Ну, когда война началась, я был в доме, конечно. Вот, и ушел в партизанной. Да, я тоже в городе партизаны. Ну, понятно. А в каких сражениях или операциях вам пришлось принимать участие? Оборона города или освобождение? Да. А мой был я... город, сейчас скажу. Сначала был... И уже, понимаете, забыл. В Вене был, в Болгарии был. Это обороняли или освобождали? Обороняли или освобождали? Нет, мы уже сделали. Был... А освобождали? В Вене был. 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 В Болгарии, Болгария, Венгрия, Австрия, Германия. В Вене... В Вене я не попал в Германию. Мы попали... После Болгарии попали в Венгрию, так и в эту страну. Мы уже война окончилась, остались в страну, как авокрационные войска были, и мы там служили еще до 1948 года. Один из наиболее ярких боевых эпизодов с Вашим участием. Какая минута, день, события были самыми трудными, тяжелыми или опасными? На Ваш взгляд, чисто для Вас, какая минута, день, какое событие для Вас было наиболее трудным и опасным? У нас все было опасно, потому что мы при штабе дивизии находились. Наши связисты были, там такие заяжные товарищи. И мы со всеми вместе воевали до тех пор, пока расформировали нашу дивизию. А наиболее радостное событие, которое Вам запомнилось? Ну, все запомнилось. Все. Ну, именно радостное событие какое-то. С самого начала, как только нас мобилизовали после такого... После мобилизации нас расформировали всех войска, особенно 19 австралийскую дивизию. И после этого больше мы никуда не ходили. Ну, понятно. Мы знаем, что советские солдаты на фронте проявляли героизм массовый. Что для фронтовиков было источником мужества? Как понять? Ну, и что придавало побуждение героизму? Нет, мы были большинство при артиллерийской дивизии и большинство все время находились при самой дивизии. С командиром дивизии вместе находились, и там все командование дивизии стало было. Особенно нам приходилось, ну, и окопы копали все крепости за нами. Особенно за нами было руководство, руководители и командиры части. А с какими чувствами Вы шли на войну и с какими возвращались? Ну, какими чувствами Вы. Мы все время находились, наверное, на переднем месте. За нами все руководство шли. Вернее, мы вместе руководством на дивизии шли. Шли вместе. Вот мы шли, как-то, начало еще... Румыния, то есть дали. Румыния, потом Венгрия, Болгария. Ну, а чувства у Вас какие были? Что Вы чувствовали в тот момент, когда Вы пришли на войну и когда война закончилась? Когда на войну пришли, это уже было тихо. Уже мы не боялись, что нас оккупируют. В Венгрии, в Болгарии, в Венгрии вот все эти, все эти такие государства, пришлось нам их освобождать. Ну, а больше что там, еще больше. Хвалили, хвалили. Нам больше нечего было освобождать, потому что уже нас считали победителями. Ну, ясно. А как воспринималось в начале войны то, что Красная Армия отступала? Были ли сомнения в победе? Как? Да. Когда Красная Армия в начале войны отступала, Вы сомневались в победе в будущем? Ну, конечно. Конечно, даже вот эти страны и то чувствовали нашу победу. И, как бы сказать, ну, наши, наши, наши войска гордились своими людьми. Расскажите, пожалуйста, о своих командирах, кто из них больше всего запомнился и чем? Ну, больше всего у нас командир взвода. Командир взвода запомнился, потому что он вел свой взвод. И он, главное, командовал руководством связи, связи руководством. Ну, а остальные высшее командование, как командир части, генерал, майор дивизии. И потом был командир полка. Но мы с ними реже встречались, потому что они все время руководили частью. Ну, понятно. А кого Вы и Ваши товарищи считали во время войны наиболее выдающимся полководцем? Ну, как, в основном полководцем генерал-майор, по ней нет, генерал-майор забыл даже фамилию. Он командор дивизии. Ну, вот, за ним командир полка, командир полка, он звали был генерал-полковник. А сегодня Ваша оценка изменилась или такой же осталась? Ваша оценка на данный момент, ну, на сегодня изменилась или осталась такой же в отношении этих полководцев людей? Так как меняет? Я не понял, что от меня, что зависит. Изменилась ли Ваша оценка на сегодня о данных людях? Ну, как-нибудь. Сейчас здесь ничего, все. Ладно. Дело в том, что все. Вся жизнь прошла на хорошем счету. Ну, я работал на паровозостроительном заводе в Межице. А потом, в конце концов, и дошел до пенсии. Ну, хорошо. А каково было Ваше отношение и Ваших сослуживцев к Сталину? Как? К Сталину как Вы относились? К Сталину. К Сталину. Все шли. А-а-а. Это вот там есть. Я уже сейчас не помню. Это сейчас забили то, что Сталин такой-секой, разве-таки такой. А когда шла война, именно он сыграл всю роль. В этой Отечественной войне. Он не убежал ниоткуда, никуда. Хорошо. А как на фронте удавалось поддерживать дисциплину? А-а-а, дисциплина поддерживает. Собственно говоря, мы с танками мало имели дело. Больше, больше со связью. Телефонисты, радисты. Вот наша особая связь. Вот эти мы были заявлены, как бы говорят, заявлены связистами. Где-то у меня даже был одеяло, это самое, по, ну, по новорожденной, по орденам связи. Орден отечественной войны. Орден отечественной войны. Орден отечественной войны. Ну, хорошо. Какую роль в развитии событий сыграл приказ наркома обороны номер 227 «Ни шагу назад»? Ну, не знаю, уже не помню. У меня это, если пустя все документы. Что рядовые тогда были? Пошел и все. Далеко искать. Ну, а как вообще восприняли этот приказ «Ни шагу назад»? Ну, как? Какой приказ? Да тогда вот, девочки, я перебью его. Я, как говорится, не служила в армии, но прошла эти годы все. Именно все это вот было настолько величественное. Сталин сказал, значит, надо сделать. И шли в бой за Сталина, за Родину. Это сейчас исковеркали все вот эти вот. Она была, не было их 13-14 лет. Я уже прекрасно это хорошо знаю. Расскажите, пожалуйста, как встречали вас люди в освобожденных городах и селах? Ну, везде по-разному. Ну, уже по-разному. Конечно, где какие-то капиталистические страны, как Австрия, допустим, смотрели на нас искусство. В Венгрия, то же самое. Особенно в Венгрии там что говорили? Что Сталин швеня и прочее, и прочее. По-всякому оскорбляли. Ну, за этим, за этим, конечно, выговор за это был. Ну, а что еще, может быть, а? Болгары только называли нас братушками. В Австрии совсем по-другому обращали внимание до нас. Особенно вот в Вене, мы освобождали Вену. Не все такие города мы освобождали, как, допустим, Вену. Ну, понятно. А расскажите, пожалуйста, каково ваше отношение к немецким солдатам? А, черт-то знает. Мы на них не обращали внимание. Не брали мы их в пыльон. У нас получалось, вот, на сёке Херваря, на город Болотон, озеро Болотон, там, там они уже, знаю, здесь очень много, очень многие солдаты, потому что они, ну, безобразно вели себя. Очень, очень, ну... Ну, хорошо. А видели ли вообще когда-нибудь пленных немцев? Ну, приходилось вам встречать? Как проходилось? Встречаться или как? Ну, видели ли вы пленного немца? Ну, как? Ну, как он не мог видеть, конечно. Ну, немец, который был в плену, да? Ну, мы с такими не связывались, не ходили, не ходили. Больше, 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 больше людей, бывшие в оккупации, поэтому мы не имели с ним никаких сердец, грубо говоря, выражая, потому что они, они были на нашей территории, на бывшей нашей территории, и вели, ну, агрессивную работу. Особенно вот молодежь, особенно, как бы только молодежь не появлялась на улице, в деревнях, наверное, направили даже, и то где. Вот вам рассказай-ка, действительно, как вели немцы, когда освобождались. Ну, расскажите, пожалуйста, как вы преодолевали трудности на фронте, в бытовых, ну, как бы, бытовые трудности? Ну, вот, расскажите о бытовых трудностях на фронте, как вы их преодолевали, допустим, там, связанное с чем-нибудь питанием, там, не знаю, что будет в этом роде? Когда совсем другие люди бились, об этом не думал никто. Это когда, когда были жалко в оккупации, что ли, прятали все, все виновного отсутствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова